Здравствуйте! Это новости Дагестана. Студия Джамиля Шарипова. И вот главная тема сегодня. Выборов в Дахадаевском районе не будет как минимум год. Почему? Расскажем через минуту. Сделано немало, но предстоит еще больше. Муфтия Дагестана подвел итоги работы за год. Чей шашлык вкуснее об итогах гастрономического фестиваля в Дербенте? Смотрите в выпуске. Запланированные на сегодня выборы главы Дахадаевского района не состоялись. Депутаты районного собрания перенесли их на год. И на этот период своей полномочия сохранил действующий руководитель муниципального образования Джарла Амаров. В связи с тем, что из правительства Дагестана не была направлена конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность главы, конкурс был отменен, сообщила местная пресс-служба на странице районной администрации в Инстаграме. Напомним, всего на участие в выборах было подано 19 заявлений претендентов на должность, в том числе от действующего главы района. Массовые нарушения земельного законодательства имеют место быть практически во всех муниципальных образованиях Дагестана. К такому выводу пришли специалисты Управления Росреестра по региону. С целью как-то исправить положение дела, в ведомстве организовали семинар-совещание, на который пригласили представителей городов и районов республики. В ходе обсуждения было отмечено, что именно земельный контроль на муниципальном уровне играет важную роль в защите интересов собственников. По словам специалистов Управления Росреестра, результаты работы муниципалитета в этом направлении оставляют желать лучшего. Более-менее ситуация обстоит только в столице республики Махачкале. Управлением Росреестра по республике Дагестан за 11 месяцев 2021 года проведено 1367 проверок. Из них 788 проверок соблюдения требований земельного законодательства Российской Федерации. Выявлено 668 правонарушений, по которым вынесены постановления о назначении амсинного наказания. Муфтият Дагестана подвел итоги деятельности за 2021 год. Мероприятие проходило в центральной джума-мечете в Махачкале. В нем приняли участие около 3000 религиозных деятелей из разных уголков республики. На подведение итогов побывал и наш корреспондент Хамзанур Магомедов. Ему слово. Считанные минуты остаются до начала республиканского маджилиса Алимов, на котором подведут итоги деятельности муфтията за 2021 год. И прямо сейчас к нам присоединяется духовный лидер мусульман Дагестана, муфтий-шеих Ахмад Афанди. Шейха встречает вся мечеть. На подведение итогов собрались около 3000 верующих. Это религиозные деятели, среди которых имамы, учёные-алимы, проповедники и преподаватели исламских наук. Маджилис открывает хафиз Корана. Перед собравшимися выступили руководители отделов премуфтиятия. Они рассказали о достигнутых результатах за этот год. Например, только сотрудниками отдела фетв за 12 месяцев было отвечено на 17 тысяч канонических вопросов, которые к ним поступали не только от жителей России, но и стран СНГ. Люди очень много интересуются религией. Чем больше изучают, интересуются, у них появляются разные рода вопросы. Вопросы строительного характера, вопросы бизнеса, вопросы финансов, вопросы семейные, вопросы очень много, вероубеждений. То есть вопросов очень огромное количество на сегодняшний день. Этим узнаётся, что люди интересуются исламом. А если они не будут обращаться в такие органы, как же это будет? Вот поэтому это очень самый, можно сказать, нужный отдел. О проделанной работе также отчитались руководители отдела просвещения, примирения, отдела науки и образования, а также заведующие других направлений. Султан Трамов, директор радиостанции «Ватан» и телеканала «ННТ», презентовал сайты и социальные сети, подведомственные муфтияты республики. Ежемесячный отхват около двух миллионов аккаунтов. То есть два миллиона человек ежемесячно посещают инстаграм муфтията республики Дагестан и получают важную информацию, которая с вами делится. На Мачлисе также присутствовали представители власти. Энрик Муслимов, министр по национальной политике и делам религии республики, высоко оценил работу духовенства, а также отметил тесное и плодотворное сотрудничество органов исполнительной власти и муфтията. Муфтият республики практически никогда не отказывался от принятия участия, от доведения своей позиции до людей. Это первый блок. Второй блок – непосредственно работа сама муфтията. Я имею в виду разрешение различных споров о пронятии людей с разными своими вопросами. И с этой точки зрения муфтият снимает огромную нагрузку с судов общей юридикции, потому что, обращаясь сюда, они находят разрешение в некоторых спорах бытовых, семейных и так далее. Завершающее слово предоставили муфтию Дагестана шейху Ахмаду Афанди. Он поблагодарил всех за проделанную работу и отметил, что духовенство готово принимать замечания и предложения по улучшению деятельности. Помимо этого, духовный лидер затронул социальные вопросы, которые позволят сохранить мир в республике. Это прежде всего единство и сплочённость учёных-алимов, а также неравнодушие и миротворческая деятельность каждого дагестанца. «Хотя среди нас есть люди, которые то, что с мусульманской стороны идёт, хорошее скрывают, а плохое раздувают, но их мало. Мы видим, хорошее, которое рассказывают, тоже есть. Есть люди, которые это поддерживают, это понимают, за это благодарят Аллаха, ахамду лиллях. В общем, этим я хочу сказать, что хорошая сторона с каждым днём становится больше и лучше и качественнее. За это ещё раз хочу благодарить Аллаха. Кто работали за развитие ислама, помогали, поддерживали, они получили со стороны Всевышнего благодарность. Иншаллах, на том свете тоже они получат. Кто не помогал, сидел, тоже хорошо, а кто против работал, у них тоже год прошёл. И думаю, им судья Всевышний, кто против работал, мы им плохой дуа не делаем. Но на том свете, что будет, там будет известно. Но мы не хотим, чтобы им стало, чтобы нам было известно. Нам зачем? Мы хотим, чтобы нас Аллах там пощадил, рахну, чтобы дал нам Аллах. Муфти также отметил необходимость уважения к преподавателям и родителям, а также справедливое отношение к жене и детям. Одними из главных пороков современного общества Муфти назвал сплетни и наговоры на людей. После выступления духовный лидер отметил благодарственными письмами и памятными подарками отличившиеся своей работой религиозных деятелей республики. Полная неожиданность, для меня это был шок, когда мне сказали, там, за пару минут до того, пока будет вручение, что нужно подойти и принять награду от самого Муфтия Республики Дагестан. Ну, только шок, наверное, был. И, конечно же, безграничная хвала Всевышнему Аллаху и желание делать работу ещё лучше. Итоги года Муфтияты Республики завершились коллективные молитвы за благополучие Дагестана и России. Хамз Нурмагмедов, Камиль Даниев, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Более тысячи человек в Кизляре приняли участие в благотворительном забеге «Бег ради жизни». Маршрут пролегал от мечети реликвий до площади перед заводом Кэмс. Все спортсмены пробежали чуть больше двух с половиной километров. На финише участников угостили вкусным пловом и кофе. Председатель Совета имамов города Кизляр и Кизлярского района Мурат Исмаилов поблагодарил главу города Александра Ильича Шувалова, который своим личным присутствием поддерживает инициативы духовенства, призванные к сплочению народа в России и межконфессиональному согласию. Далее прошла церемония награждения победителей и призёров, в том числе самого взрослого участника, которому уже 82 года. Хотелось бы поздравить наших победителей. Машаллах, очень такой пример они показали. Пусть Аллах даст им тавфик, сил в дальнейшем, чтобы участвовали в таких мероприятиях. В Дзербенте состоялся гастрономический фестиваль «Шашлык-2021». Мероприятие прошло в парке имени Сулеймана Стальского. Организатором выступил туристический центр «Дзербент-2000» при поддержке администрации города. В нём приняли участие профессиональные повара из районов и городов Дагестана, а также из Карачаева-Черкесской республики. Участники пытались покорить жюри самыми необычными фирменными рецептами. Битва была жаркой и вкусной, а Сальманапова подтвердит. Парк имени Сулеймана Стальского окутался дымом и одновременно загорелись все мангалы участников фестиваля «Шашлык-2021». Все хотели сделать своё блюдо оригинальным и уникальным. Ради этого участники продумали всё заранее. Выбрали продукт, который будут готовить, маринад, чтобы придать вкус, а также способ сервировки и приготовления. Уверен, что подобные мероприятия будут совершенствовать как сферы туризма, так и бизнес-платформу города Дзербент. Потому что здесь сегодня представляли свои майданы и многие представители бизнеса, ресторанные сферы, которые своей кухней, своей подготовкой, как раз таки своим пресс-релизом, так скажем, кавказской кухни воодушевили, я уверен, многих туристов. И они с удовольствием к нам будут возвращаться ещё долгие-долгие годы. Участники кулинарного фестиваля состязались в трёх номинациях. Лучшее приготовление традиционного шашлыка из баранины, оригинальность подачи и сервировки блюд, лучший тост фестиваля. Оценивали кулинарные способности и креатив участников компетентные жюри. Очень счастлива оказаться вновь в вашем солнечном, гостеприимном Дагестане, потому что эти горы, вы посмотрите только на них, они нереальные. И какие горы без шашлыка? Это нереальное событие, мне очень приятно поучаствовать в нём. Нереальные ребята жарят нереальное мясо. И я бы посоветовала вам сюда приехать и лично это всё попробовать, потому что всё, что делается здесь, это приготовлено с душой. Это просто круто, это даже нечего добавить, я скажу, что когда вкусно, тогда вкусно. Жители города также могли оценить приготовленные на свежем воздухе шашлыки и плов. Для них в рамках фестиваля была организована и культурно-развлекательная программа с участием творческих коллективов. Всё мероприятие проходит с санэпидологическими мерами, QR-коды проверяются, маски, антисептики. Всё мы это предусматриваем, потому что ситуация тяжёлая в этом году. Но тем не менее, мероприятие проходит на очень хорошем уровне, всё проходит весело, хорошо. По результатам конкурса лучшими оказались шашлычники из Дербента. Ну а завершился фестиваль лазерным шоу и ярким салютом. Асель Манапова, Мурат Бигбарзов. Новости ННТ Дербент. Это была последняя информация в этом выпуске. Я прощаюсь с вами. Всего доброго и до свидания.